Завод по производству стеновых панелей «Полискон» появился на «Магнитке» благодаря дальновидной политике руководства Металлургического комбината, которая заблаговременно решила идти в 21 век только с новыми строительными технологиями. Оно не ошиблось в главном. Экономика жестко продиктовала свои условия уже сейчас, за несколько лет до наступления второго тысячелетия. К сожалению, мы пока не привыкли считать затраты энергоресурсов для отопления наших домов. Это на сегодня является одной из самых актуальных тем, и поэтому не случайно вышло новое изменение к строительным СНИПам, которые запрещают строительство домов без учета энергосберегающей технологии. Но достаточно привести хотя бы одну цифру, чтобы было ясно, что практически строительство домов по старой технологии, строя дома по старой технологии, мы практически отапливаем не сам дом, а отапливаем атмосферу. Для того, чтобы нагреть один квадратный метр жилья по обычной технологии строительства, надо все 84 килограмма условного топлива. В то время, когда в Швеции примерно с такими же климатическими условиями расходуется на отопление одного квадратного метра 24 килограмма условного топлива. Хватит греть воздух вокруг советских мегаполисов. Об этом кричали еще буревестники научно-технической революции в начале 60-х. Но российский фоманевирующий сооружал толстенные стены в три кирпича и, естественно, не верил в чудеса про надежный пенополиуретан или пенополистирол. Заставили поверить вот такие видеоролики, произведенные на Западе. Стену из тонкого пенополистирола не берет ни пуля, выпущенная из беретты, ни из магнума. Вот такой она выглядит после пистолетно-пулеметного обстрела. Впечатляет? Еще один факт, говорящий о надежности этих сооружений. На Апеннинах, где землетрясения чаще, чем где-либо, дома и даже многоэтажные сооружают из пенополистирольных панелей. Сейсмологами проверено, они лучше отражают удары стихии. Ну а теперь из солнечной Италии вернемся на Урал и посмотрим детально, что же делают на Полисконе. Завод был запущен в 1994 году. Оборудование было приобретено по импорту в разных странах. Основное назначение этого завода – это производство полистирольных конструкций, производство трехслойных панелей на основе полистирола и производство изделий для строительства коттеджей способа «Монолит», производство решетчатой балки арматурной сетки. Если следовать четкой технологической схеме, то процесс начинается с производства блокформы, который затем прессуется и из него удаляется влага. Режется он на пантографе при помощи раскаленных нехромовых нитей. Компьютер обеспечивает фигурную резку вплоть до цифр или букв. Проволочная сетка для будущих панелей изготавливается на агрегате контактной сварки. 60 шагов в минуту за один час больше 100 метров сетки с идеальной геометрией. Кстати, проволоку для этого агрегата катают тут же на заводе. Для этой цели был приобретен белорецкий волочильный стан германской фирмы «Скет». На нашем заводе оборудование установлено немецкой фирмы «Фёст Альпини» по производству решетчатой балки. Установлено оборудование австралийской фирмы «Бандор» по производству трехслойных панелей. И установлено оборудование итальянской фирмы «Монета» по производству монолитного домостроения. Значит, качество выпускаемых материалов очень высокое. Оно ничем не отличается по качеству от зарубежных. И поэтому буквально недавно у нас побывали представители немецкой фирмы и с югославской фирмы, которые заинтересовались, представители немецкой фирмы интересовали наши трехслойные панели и решетчатая балка. И они готовы этот материал у нас закупать и продавать у себя в Европе со своим клеймом качества. Здесь, на агрегате сборки панелей, сердечник из полистирола заключает сеточный каркас. Панель приобретает жесткость и, как видите, может быть и одинарной, и двойной. У рабочих, обслуживающих профилегибочный стан, иная задача. Здесь изготавливается верхний лист кровельных панелей. Скорость стана – один метр в минуту. Те, кто знаком с технологией прокатки, оценят тот факт, что стану не требуется ни мощный привод, ни разматыватели. Ну и, наконец, финальная часть заводской линии – клеевая камера, где пенополистирол соединяется с металлом. Герметичность конструкции из таких панелей особенная. А отличие от строй деталей, где применен полиуретан, в том, что пенополистирол в два раза дешевле и намного легче. Металл покрыт полимером, так что стойкость от атмосферной коррозии обеспечена ему в течение 25-30 лет. А вот, кстати, дом, он пока единственный, построенный из таких панелей в Магнитогорске. Целый поселок сейчас планируется возвести из полистирольных деталей в Златоусте. Это будет летом, и мы обязательно побываем на этой стройке. Так что разговор о Полисконе не окончен. Тем более, что… Представитель американской фирмы, который выступал в «Челяб-граждан-проекте», он как раз сделал упор на то, что первая область, с которой они начали сотрудничать и обратили внимание, это Челябинская область, потому что она по климатическим условиям близка и к Сибири, и близка к европейской части. Поэтому они сказали, что мы пока с первой областью, с которой заключили договора, это вот Челябинская область. Поэтому, конечно, этот материал в первую очередь мы должны использовать как в Челябинской области, как в Сибири, так и в южных регионах, поскольку там тоже есть проблемы летом, как уберечься от жары. Если вас обяжут партнеры где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке поставлять продукцию почти в полном объеме туда, вы же уже не сможете этот договор нарушить, я так понимаю? Да, естественно, кто быстрее будет, будем говорить, заключит с нами договора в те регионы, и быстрее пойдет наша продукция. Поэтому хотелось бы, чтобы челябинцы в этом деле были пионерами. Земляков бы не обидеть, да? Да, не обидеть бы земляком, совершенно правильно.